Уважаемые лидеры бизнеса, добрый вечер. Я Елена Тадуйская, руководитель отдела обучения компании Такое. Приветствую вас на нашей академии онлайн. Академия посвящена обучению успеха. Для кого это академия? Эта академия в первую очередь ориентирована для новых консультантов компании, которым мы хотели бы помочь осуществить успешный старт, рассказать о возможностях, которые предоставляет компания новым консультантам, о том, как строить карьеру, о том, как сделать свой старт быстрым, успешным и эффективным, о возможностях наших изделий и обо всем том важном, что необходимо понимать при начале своего личного бизнеса. Итак, я предоставляю слово своим коллегам Ирине Осинь и Оксане Мусаевой. Пожалуйста, коллеги. Спасибо, Елена. Добрый вечер. Всем здравствуйте. Компания Таповая – это компания возможностей. Одна из возможностей компании – это стать консультантом, но не просто консультантом, а успешным консультантом. Обучение в компании специального образования не подразумевается, обучение бесплатное. Самое главное, чтобы у вас было желание демонстрировать изделие, проводить домашние презентации. Это основной метод работы в компании. И, конечно же, все это не просто так. Компания вам дает возможности после набора успеха, правильно? Да. После приобретения набора успеха. Мой старт в компании начался с приобретения вот таких прекрасных изделий, которые входят в набор успеха. Причем мне, как консультанту набор успеха удалось приобрести с 50-процентной экономией, с 50-процентной выгодой, что, конечно, мне, как начинающей бизнес-вумен, это очень важно. Это здорово. Еще компания дает, конечно же, подарки, правильно? Да. Компания дает подарки. Опять же, при квалификационных заказах и на определенных неделях. Также есть признание. Но при достижении определенных успехов, как я понимаю. Правильно. Совершенно верно. Оксан, ты уже много что понимаешь. Это, конечно же, еще плюс... Оксан, как ты думаешь, какие возможности еще дает компания? Ну, я знаю, что компания дает возможность участвовать в поездках. Причем в поездках не только по нашей стране, да, но это и международные поездки. И вот у меня как бы есть планы. Конечно же. И самое-самое основное это то, что в компании можно еще так же что построить. Оксан, как ты думаешь? Ну, я думаю, по крайней мере, так мне сказал мой менеджер, что я могу построить свою карьеру. Что у нас есть вот такая замечательная лестница успеха. И начиная с первых ступеней я могу дойти даже до дистрибьютора. Здорово. Оксана, я, конечно же, поздравляю тебя, что ты приобрела набор успеха. Да, я еще раз напомню, что как консультант я приобретаю его с 50% выгодой. Ты это оценила? Да, конечно. Я уже успела провести свою первую домашнюю презентацию, потому что она является основным методом работы в компании. Правильно, Ирина? Совершенно верно. Метод домашней презентации работы в компании и уже очень давно, с 1951 года. Это единственный метод. Правильно. Правильный метод для того, чтобы именно правильно донести особенности наших изделий, показать, как они работают. Да, действительно. У нас вот такие у нас хозяйки, которые ведут домашнюю презентацию. Я тоже успела выступить в этой роли и успела презентовать наши изделия на самые домашние презентации. Еще у каждого консультанта есть такая возможность. При подаче на неделе квалификационного заказа у него, у консультанта есть возможность пополнить свою домашнюю коллекцию изделий. Но это будет, опять же, выгодно 40% экономии. Да, мне об этом говорил менеджер. Я еще не успела воспользоваться данным предложением, потому что я только провела первую домашнюю презентацию. Но я хочу сказать, что у меня после моей первой домашней презентации результат – это два квалификационного заказа. Соответственно, я уже подумываю, что бы мне приобрести, чем дополнить свой набор успеха. И, конечно, приобрести это вот с 40% экономией. И, конечно же, Оксана, если сама пользуешься с этими изделиями, то легко донести эту информацию и тем консультантам, новым консультантам, и рекрутам, и гостям. То есть правильное использование посуды и влюбить их в наши изделия. Я хочу дополнить, да, Ирин, что для того, чтобы наша домашняя презентация проходила успешно, в помощь каждому консультанту есть вот такая прекрасная схема. Она называется «Пять этапов демонстрации изделий». Я думаю, мы ее немножечко вот так предвинем, да, чтобы все наши консультанты могли посмотреть, что она собой представляет. И мы ее с тобой, наверное, озвучим, да, для того, чтобы было понятнее, о чем идет речь, скажем так. Первый пункт я озвучу, да? Да. Привлечение внимания. Начните со слов. Представьте себе, а было ли у вас такое, или случалась ли в вашей повседневной жизни ситуация. Вот этим вы как раз и привлекаете внимание аудитории. Второй этап – это описание особенностей изделия. Ну, что является особенностью изделия? Конечно, наша уникальная форма, размер, в первую очередь цвет, да, потому что цвет играет вот большое значение. Мне очень нравится вот такое сочетание вот в голубеньком таком стиле. Ну, мне кажется, очень замечательно смотрится. Красиво смотрится на пункт. У нас основание с вами, основной стакан, и он имеет мерную шкалу. Опять же, это нам с вами удобно для отмера каких-то ингредиентов, жидких, может быть, даже сыпучих. Четвертый этап – это вовлечение гостей в обсуждение. Но не просто поговорить с ними, а дать возможность в руки подержать изделие. Вот-вот-вот прям потрогать его. Оценить. И, да, какое оно вот приятное, какое оно замечательное, как им легко и просто пользоваться на кухне. И что действительно у нас вот такая вот замечательная влагонепроницаемая крышечка. Вот, и если сюда налить жидкость, как бы мы не переворачивали наш леппорат, жидкость останется внутри. Не прольется, совершенно верно, Окса. И пятый шаг – это помочь принять решение приобретения изделия. Опять же, у нас с вами есть вот такие замечательные ценовые листы. Которые тоже входят в набор успеха, правильно или нет? Верно, верно. Печатный материал в наборе успеха. И после презентации каждому гостю мы предлагаем выбрать позицию. Мы называем его артикул этого изделия и количество, просто мы можем показать, сколько он хочет приобрести. Может быть, этот миксер нужен как ему в семью, так и, допустим, маме. Да? Я, например, вот это замечательное изделие уже подарила всем своим родственникам, всем своим знакомым. И самое главное, что все оценили его по достоинству. И уже они, в свою очередь, просят меня приобрести данное изделие, чтобы они могли сделать вот такие замечательные подарочки. Ирина, я еще хочу обратить внимание наших консультантов, что вот эта схема замечательная, да, демонстрация изделий, пятиэтапная, которую мы сейчас с тобой рассказали, Ирина, она у нас есть вот в таком замечательном розовом ежедневничке. Это ежедневник консультанта. Мало того, что он вот такой вот стильный, такой красивый, да, который является неотъемлемой частью, кажется, женской сумочки. Да, женской сумочки, да, которая легко туда поместится. Вот, он еще очень содержательный, уважаемые консультанты, потому что здесь есть очень много инструментов бизнеса, которые действительно помогут сделать ваш старт успешным. Конечно же, на домашней презентации нам важно, какой мы с вами собрали заказ, квалификационный либо лидерский уровень. Но немало важно также и проводить рекрутирование. Домашняя презентация является одним из самых уместных, так скажем, возможностей, да, местом, где есть возможность, где как раз и делать рекрутирование. То есть приглашать новых людей к нам в компанию. Тем более, что перед нашими потенциальными рекрутами стоит вот консультант, вот я стою, и на моем примере видно, что это не просто легко и просто. Это занимательно, и самое главное, что вот всем захотелось стать успешными консультантами, такими вот как я. И, конечно же, рекрутирование помогает нам уже стать, выйти из статуса консультанта статус менеджера. Это тоже важно, так как у менеджера есть еще дополнительный доход. Да, я вот ищу нашу лестницу успеха, она у нас новая, я хочу сейчас вот еще раз ее показать. Да, Оксаночка, она у тебя. У меня, да. Вот, и я хочу сказать, да, вот она у нас, это наша лестница успеха. Я хочу сказать, что менеджер – это следующая ступень после консультантов, да, и, в принципе, до нее добраться не так трудно, как кажется. Совершенно легко. Вот, есть возможность набрать группу, первоначально эта группа должна быть из четырем консультантов, я понимаю, постепенно расширять свою группу, дать возможность не только себе, но и своим друзьям, знакомым, да, изменять жизнь к лучшему, ну и изменять, конечно, свою и продвигаться по лестнице успеха, начиная с позиции консультанта, менеджера и так далее. Спасибо вам большое. До новых встреч. Ну, а мы передаем слово руководителю отдела обучения Елене Тадосько. Отлично, коллеги. Отлично. Спасибо огромное за такую интересную информацию. Давайте, уважаемые консультанты, обобщим, резюмируем то, что мы услышали. Итак, что мы с вами узнали? Мы узнали, что в компании работает ключевой метод ведения бизнеса, метод презентации. Именно этот метод, это достижение трех целей презентации, позволяет нам, с одной стороны, осуществлять продажи наших замечательных изделий, с другой стороны, привлекать в бизнес других партнеров и расширять наш бизнес. И третья цель, как мы знаем, домашней презентации, это назначение новой домашней презентации. И таким образом мы делаем наш бизнес непрекращаемым. Что еще важное мы узнали? Мы узнали, что компания с самых первых шагов к консультанту дает очень хорошие возможности для достаточно легкого и выгодного старта. Ну, например, мы приобретаем набор успеха сразу с 50% выгоды. Мы имеем возможность расширять набор наших изделий с 40% экономией. Мы с вами имеем возможность, компания, обучаться, строить карьеру, получать замечательные подарки, ездить, путешествовать вместе с компанией по миру. И все это возможно, конечно, при хорошем, таком сильном старте. Вы услышали от Ирины замечательное слово, что замечательное слово «влюбить в наши изделия». Вот именно чаще всего с влюбленностью изделия и начинается успешный бизнес. Давайте мы еще раз дадим Ирине слово и посмотрим, какими магическими характеристиками обладают наши изделия, которые позволяют фактически продавать сами себя. Ирина. Спасибо. Вы отодвинем немножко нашу замечательную пятиэтапную сторону. И как раз на изделиях из набора успеха я вас и влюблю в эти изделия. Буду рассказать про термосервирователь. Вот это вот изделие, термосервирователь, наши дамы называют его даже чудо-горшочком. Но это не его собственное имя. Это его, так скажем, уже второе имя. Состоит изделие из основания 3 литра, из ставки друшлаг и вот такой вот красной куполообразной крышки. Конечно же, каждая часть изделия имеет свои незаменимые характеристики, незаменимый функционал. Основание имеет вот такие ножки, которые позволяют нам с вами даже это изделие поставить на дорогостоящий стол, и при этом налив кипяток, стол у нас не испортится. Вот этот ободок, опять же, позволяет нам крепко удерживать изделие в руках. Шероховатая поверхность позволяет не выскользнуть изделию из рук. Вот эта вставка имеет, помимо того, что функционал друшлага, мы можем здесь промыть ту же самую крупу и разместить ее в основании благодаря вот этим вот ручкам. И куполообразная крышка, которую мы закрываем с вами, не задумываясь. А что же мы можем здесь приготовить? Вот представьте, что мы с вами пришли вечером после работы, и у нас вот, ну, ничего нет в холодильнике, еще приготовленного. Сюда мы с вами засыпем гречку, зальем кипятком, температурный режим этого изделия 90 градусов, то есть именно кипяток такой температуры, и, закрыв крышку, через 20 минут у нас с вами здесь будет приготовлена гречневая каша. Еще такой рецепт. Нужны нам с вами, например, кальмары, фаршированные кальмары. Мы их закладываем, опять же, в сито, заливаем кипятком на 20 минут, но в этом случае 20 минут – это общее время. Сначала мы залили на 10 минут, достали их, почистили, и второй раз, уже чищенные, еще раз заливаем на 10 минут. У нас с вами будут вот те как раз кальмары, те мягкие, не резиновые, а мягкие, которые питают в японских ресторанах. А уже дальше дело вкуса. Можете их обжарить, можете напаршировать. Здесь мы с вами можем также приготовить, например, клюквенный морс. Ягоды замороженные, которые у нас лежат в холодильнике, мы ее положили, опять же, на сито, ошпарили кипяточком. У нас есть пресс, которым мы помяли эту ягодку, залили уже водой, например, нам надо будет 3 литра этого клюквенного морса. И опять же, через 15 минут наше действие. Мы снимаем крышку, достаем вставку сито, и вот здесь в сито у нас остаются те зернышки и кожица с ягодой, а вот здесь у нас с вами тот чистый клюквенный морс. На самом деле, я могу много вам рекомендовать, предлагать рецептов, но я думаю, на этом мы остановимся. А следующий рецепт будет тема нашей следующей домашней презентации. Ирина, спасибо, отлично. Ты знаешь, какое ощущение возникает, когда наблюдаешь, как ты демонстрируешь наши изделия? Какое ощущение? Что все, что мы делаем с нашими изделиями, это легко и просто. Спасибо, Лен, так оно и есть, поверьте. Отлично. Итак, сегодня, уважаемые лидеры, мы с вами провели нашу Академию Успеха, посвященную началу бизнеса в компании. Мы хотим обратить ваше внимание, что для консультантов-новичков в компании существует много интересных программ и предложений. И главное, на что вы должны обратить сейчас внимание, на программу для нового консультанта. Если вы с помощью вашего менеджера, поддержки его, включаетесь активно в эту программу, то ваш старт будет очень стремительным. И та следующая ступенька на карьерной лестнице, о которой говорила Оксана, которая совсем рядом находится с консультанткой, это ступенька менеджера, становится для вас такой же легкой и доступной, как приготовление рецептов наших изделий. Мы желаем вам хорошего старта и до новых встреч на обучениях в Академии Топуэ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...